Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, прими выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к Эфессиным, глава 2, стихи с 11 по 13, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам очень короткий, но содержательный, интересный отрывок из послания святого апостола Павла к Эфессиным. И помните, что когда мы читаем Священное Писание, нам часто бывает что-то непонятно. Очень часто приходится слышать в беседах с людьми, с которыми я обсуждаю Священное Писание, с мирянами, со священниками. Многие говорят о том, что было трудно читать, читая комментарии к передачам. Я понимаю, что порой нам трудно читать какие-то тексты Священного Писания, мы их не понимаем. И мы откладываем, как говорится, в долгий ящик, толкования данных отрывков и предпочитаем их каким-то другим, более нам понятным, евангельским текстом, который на самом деле при кажущейся нам понятности, понятности, которая нам кажется, что нам вроде бы все понятно, на самом деле тоже имеет многие многоразличные измерения, толкования, которые нам еще не открыты. Поэтому в любом случае, когда мы читаем Священное Писание, это чтение, которое призвано нас возвысить. А люди, которые когда-нибудь занимались спортом, они понимают, что без некой системы и без некого напряжения своих сил добиться успеха невозможно. Если каждый раз делать только одно приседание, один раз в день, то успехов каких-то значимых мы не добьемся. Также и здесь мы должны понуждать себя к изучению Священного Писания, понуждать себя читать, вникать в смысл, искать толкование и не успокаиваться, пока смысл, по крайней мере, на данном уровне, в данном возрасте, в данном духовном состоянии, нам не станет прозрачным. И только после этого приходить к тению дальнейшего. Это сложно, это трудно, но это и есть наш духовный рост, и он будет нам отдаваться в нашей духовной жизни, будет нам великим подспорьем в дни радости и великим утешением в дни скорби. Поэтому не пренебрегайте сложными текстами. Отставьте те, которые стали привычными. Отложите, чтобы они полежали и вы их не читали. Потому что, когда вы к ним вернетесь после проделанной работы над другими текстами, даже на эти привычные тексты вы посмотрите совершенно другим взглядом. Поэтому мы должны читать Слово Божие, должны его изучать с глубоким смирением и терпением. Итак, сегодняшний отрывок. Всего несколько стихов. Но какая глубокая картина перед нами открывается. Апостол Павел обращается к язычникам, говорит им, «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенным руками». Здесь апостол Павел говорит о таком еврейском снобизме, который существовал в некоторой части еврейского народа во времена Иисуса Христа, которые пренебрежительно относились к язычникам, людям ритуально нечистым, поклоняющимся идолам, и смотрели на них свысока. И называли их необрезанными. Но в этой фразе апостола Павла мы видим такую некую иронию над ними. Думая, что они самые умные, они на самом деле упустили, как говорится, бревно собственным глазу. Они называли необрезанными язычников, плотскими людьми, скверными, оскверненными, идолопоклонниками, но сами они были обрезаны, как выяснилось после пришествия Иисуса Христа, не духовным истинным обрезанием, а только лишь обрезанием внешним, которое делается руками. Соответственно, и на самом деле это укоры нам сегодня. Мы можем перенести эту фразу и на сегодняшний день, потому что мало всего лишь одного ритуального крещения, мало одного обряда крещения, важна вера крещаемого. Поэтому так важен институт крестных родителей, потому что во имя их веры, и это основано на Священном Писании, во имя их веры мы крестим людей, мы крестим детей прежде всего. И задача и ответственность крестных родителей лежит в области воспитания их крестных чад в вере Христовой. Церковь доверяет крестным родителям большую ответственность, и крестные родители в семье новокрещенного являются представителями церкви по факту и носителями веры Христовой, света Христового. Поэтому это большая ответственность, это не просто красивый обряд, это не просто красивая традиция, это духовная работа людей, духовное служение людей в конкретной семье и по конкретному поводу. Так вот, сам Господь Иисус Христос, помните, в беседе с Никодимом говорит, не наследует Царство Небесное, рожденное от воды, но не рожденное от духа. Мы должны родиться от духа, от духа мы рождаемся только тогда, когда всем сердцем и разумением своим уверовали в Господа Иисуса Христа и Его спасительную жертву. Соответственно, вот иудеи, скажем так, лицемерно называли язычников, ну, отчасти формально справедливо называли их необрезанными, хотя сами они были обрезаны лишь по плоти, руками, но сердце их было необрезанным. Что вы были в то время без Христа, так их обличали, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Да, действительно, язычники были чужды заветов обетования, потому что обетование было дано Аврааму и его семени, его племени, так думали иудеи. Но апостол Павел в послании Галатам говорит о том, что обетование было дано Аврааму и семени его, не многим семенам, а единственному числу семени, одному семечку, да, одно семечко, не многие семена, как множественный народ, а одно семя, одно, единственное число. И это семя есть Христос, то есть Аврааму и Христу будущему, да, будущему Сыну Божию воплощенному Господу нашему Иисусу Христу было дано это обетование и на Иисусе Христе это обетование актуализируется, становится действенным и действительным и в нем получает это обетование и сам Авраам. Так вот, язычники формально находились за пределами этого обетования, но дальше, приняв Христа, приняв верою, так говорили иудеи о язычниках, что вот они необрезанные, находились за пределами обетования, но теперь они уверовали, ведь он пишет это в Эфес христианам, многие из них, которых большинство это язычники, бывшие, да, языка христианин, они теперь уверовали, и теперь они во Христе Иисусе, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, не обрезанием, не этим псевдо-ветхозаветным снобизмом евреев, иудеев, а теперь они с кровью Христовую стали наследниками обетований, которые были даны Аврааму, и теперь они спасаются через кровь Христовую, некогда были далеки, а теперь близки, не через формальное обрезание, а через веру, принятие Духа, крещение от воды и от Духа, через кровь Христову. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости, о Господе, и до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова